И теперь о событиях дня подробнее. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области из-за пожаров. За последние два дня огнем уничтожены десятки домов. По меньшей мере 59 человек остались без крыши над головой. Ситуацию под свой контроль уже взял министр МЧС России. С подробностями Алена Полоненко. Деревянный забор не выдержал напора огненной стихии, тем более что в союзниках у нее оказался сильный ветер. В считанные минуты пламя распространилось по десятку дачных домов. В Братске этот район считается полузаброшенным, поэтому противостояли одну лишь несколько человек, которые живут здесь. Тамара с мужем вообще чуть не пропустили пожар на собственном участке. Они работали в огороде и поначалу не обратили внимания на дым, окутавший улицу. Пока помидоры, говорю, пойду в теплицу высаживаю. Смотрю, туалет горит. Я говорю, быстрее шланги сюда, он оттуда вот сюда их вырывает быстрее. Давай туалет. Не знаем, вот заполыхалось. Нам у соседей давай все полыхать. И как-то все испугались. Я говорю, вези ребенка скорее мне к бабушке на работу. Это сейчас Тамара вспоминает о своей панике с улыбкой, а тогда угроза была более чем реальна. Через дорогу от полыхавшей улицы автозаправочная станция. Огонь до нее не дошел, но около 50 домов и построек выгорело. Когда начали полыхать дачи, пожарные работали в другом конце города. Тушили возгорание на деревообрабатывающем предприятии. Для спасателей региона минувшие выходные выдались действительно горячими. На пожары специалисты выезжали 260 раз. В итоге в области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Яркие точки на карте очаги пожаров. На снимке из космоса Иркутская область буквально объята огнем. Один из самых проблемных – Нижний Лимский район. Накануне пожар начался в поселке Дальний. Из-за сильных порывов ветра огонь из леса перекинулся на жилые строения. Сгорело 22 дома. Без крыши над головой остались почти 60 человек. Временным пристанищем для них стали поселковая администрация, школа и детский сад. Инфраструктура поселка не пострадала. Сегодня дети пошли по расписанию в школу. В настоящее время на 4 утра горения нет. Угроз лесных пожаров тоже данному населенному пункту нет. Однако жители поселка, да и всего района в своих прогнозах не столь оптимистичны. Лесные пожары полыхают вокруг их домов середины апреля. Вчера, позавчера вообще страшно было, дышать нечего. Люди падали, старенькие падали, задыхались, потому что дым, страшный дым. Я 17-го числа ездил в Железнокос. Где-то уже 14-15 часов я уже домой поехал. Одну треть пламя перекрывало автодороги. Нельзя ехать, не пройти. Да нет, там кого пройти-то, там сразу сваришься. Сегодня в конце дня в районе ожидают осадки. Они должны потушить очаги пожаров. Правда, такая помощь от небесной канцелярии явление хоть и действенное, но, увы, временное. Несмотря на явное улучшение ситуации с пожарами, по сравнению с вчерашним днем, режим чрезвычайной ситуации продолжит действовать в Иркутской области до тех пор, пока ситуация полностью не нормализуется. Алена Полоненко, Михаил Глызин. Новости по будням. Между тем, в МЧС России уже приняли решение перебросить в Иркутскую область дополнительную технику, в том числе и авиацию для борьбы с лесными пожарами. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Степанов. В правительстве же региона уже определили размер материальной помощи погорельцам в поселке Дальний. Предусмотрено от 100 тысяч рублей на человека. Также принято решение детально проверить, как обеспечилось взаимодействие всех сил и средств для тушения лесных пожаров. Специалисты оценят работу агентства лесного хозяйства, МЧС и коммунальных структур. Особенно в случаях, когда создавалась реальная угроза перехода огня на жилые строения. Ведь в последнее время подобные случаи фиксируют практически каждую неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok